Если раньше мы всегда PRO ставили как некую отдельную программу, то сейчас ее рассматривают уже совершенно полноправным продуктом, который находится в линейке наших продуктов, совершенно на одном уровне с ArcMap, каталогом, сценой. То есть это настольное приложение, которое позволяет нам работать с нашими географическими данными. Соответственно, мы создаем данные, редактируем, выполняем анализ, геообработку все равно, в каком из этих приложений. Они позволяют нам создавать совершенно одинаковые данные, которые дальше можно либо публиковать различными способами, размещать их на портале, онлайн, использовать как ресурсы в дальнейшем и так далее. И на самом деле, честно, разницы большой нет. Сейчас PRO – это совершенно хорошо работающее приложение, не похожее, как это раньше было, на демо-версию. То есть приложение, которое имеет очень понятный интерфейс, люди, которые начинают его осваивать с нуля, не зная десктопа, в общем-то, довольны и говорят, что интуитивно очень все понятно, удобно и хорошо. Приложение многопоточное, то есть если вы выполняете какую-то обработку данных в программе, можно параллельно заниматься, продолжать своей работой в приложении, поскольку потоки обработки разделены. Как я уже говорила, PRO является совершенно полноправным членом нашей платформы, и, соответственно, интеграция в платформу выполнена на высоком уровне, и мы не испытываем никаких сложностей при работе с этой программой. Что удобно? То, что давно просили, появилось. В интерфейсе PRO мы можем использовать сразу много карт и компоновок, и более того, это программа, которая работает не только с 2D-данными, но и с 3D-данными. Вот Варвара показывала как раз редактирование до кофе-брейка, и 3D-интерфейс не требует никаких дополнительных лицензий, что очень хорошо. Также на достаточно хорошем уровне осуществляется поиск данных. Мы впереди. И запросы. И, казалось бы, если все хорошо работает и там, и там, зачем все-таки переходить на PRO? Но PRO – это приложение, которое создано на более современных технологиях и будет дальше развиваться и продолжаться, тогда как PRO Desktop говорят, что дальше его разрабатывать, скорее всего, не будут. Ну и поскольку я с программой Desktop, так же, как многие из вас, работаю достаточно давно, я знаю, что срок жизни ее большой. Программа начала писаться очень давно. Она состоит из разных кусочков, написанных разными программистами. В общем-то, обросла как корабль ракушками, и какие-то процессы она выполняет гораздо медленнее. Те, кто работают с PRO и с Desktop одновременно, очень часто и обработку выполняют именно в PRO, потому что программа работает гораздо быстрее. Все процессы отлажены. И с восторгом просто вот мальчики, наши разработчики, рассказывают, что да, если что-то нужно быстро посчитать, обработать, мы запускаем это на PRO. Опять же, прекрасные возможности для работы с данными. То есть мы, во-первых, видим красивую визуализацию. Чисто по-женски мне это очень нравится, потому что словные знаки правда красивые, четко отображаются. Много придумок. И плюс к тому, поскольку сейчас идет все теснее интеграция с веб-картами, в PRO более продвинутая публикация всех данных и результатов вашего выполненного пространственного анализа. Соответственно, конечно, лучше пользоваться этой программой. Более того, в PRO появились инструменты, которых уже нет в десктопе и не будет. То есть они будут работать только в этой программе. Если они вам нужны, PRO придется осваивать в любом случае. И, как я уже говорила, в общем-то разработчики не обещают, что десктоп будет развиваться в той же мере. Скорее всего, все, его заморозили. То есть да, он будет поддерживаться, да, что-то там будет исправляться, но все новое и современное будет появляться именно в PRO. И это 3D GIS, которое не требует дополнительного модуля. То есть если мы хотим работать с трехмерными данными, как и прежде в десктопе, нам нужен обязательно модуль 3D-аналиста, хотя бы просто открыть сцену или глобус и посмотреть, что происходит. В PRO этого не нужно. Мы открываем сцену, даже не задумываясь о том, есть ли у нас дополнительный модуль, лицензии и так далее. И даже можем редактировать данные, не только визуализировать их, что, в общем-то, на самом деле меня приводит в восторг. 3D всегда здорово и очень наглядно. Но когда мы имеем достаточно большой багаж знаний, наработок, ресурсов, конечно же, возникают вопросы. А что будет с моими данными? И вообще стоит ли переходить на PRO? Может быть, я все потеряю, мне придется все переделывать, что-то переписывать и так далее. Ну, какие могут быть вопросы? Вопросы могут быть о том, что будет с географическими данными, которые созданы в более старых версиях, с картами, с написанными моделями, скриптами, наборами инструментов. Об этом мы, конечно, поговорим. Но первый вопрос – это, собственно, вопрос, насколько вам доступно PRO? То есть есть ли у вас лицензия, есть ли у вас права на работу с этой программой? Еще раз повторюсь, что и десктоп, и PRO – это, в общем-то, равноценные параллельно существующие программы. И если у вас есть техподдержка, у вас куплена лицензия десктопа, вам PRO, конечно, тоже доступна. Файл лицензии будет немножечко другой. Придется обращаться в техподдержку. Ну, вот техподдержка у нас даже здесь присутствует. Так что техподдержка – у вас лучший друг. Какие есть лицензии? Опять же, PRO появилась достаточно давно, и на первом этапе эта программа была жестко привязана к организации Argus Online. То есть должен был быть интернет, должна была быть организация Argus Online, должна быть техподдержка. И в это время у вас существовала лицензия именованного пользователя, которая давала вам возможность поставить программу, работать с ней при наличии интернета. и можно было ее запускать одновременно от своего имени на трех компьютерах. Но я вот сама это пробовала на тот момент. У меня была программа на ноутбуке, которая стояла на столе. Передо мной был обыкновенный компьютер, где тоже стояла программа, и все хорошо работало. Но, конечно, вызывала вопрос вот эта привязка к онлайн, к техподдержке жесткая. И, естественно, ситуация изменилась. У нас появились обыкновенные лицензии, такие же, как в десктопе, фиксированные плавающие. То есть фиксированная лицензия позволяет вам поставить программу на компьютер, и к ней может обращаться все пользователи, которые этим компьютером будут пользоваться. Плавающие – это лицензия, которая позволяет поставить программу на большее количество компьютеров, чем у вас есть доступных лицензий. Но к лицензии можно обращаться. Соответственно, это такой более продвинутый вариант. То есть те же варианты, которые есть в десктопе, сейчас существуют и для Argus Pro. Опять же, здесь нет жесткой привязки к интернету. То есть если я еду в командировку, мне нужно Pro, у меня стоит фиксированная лицензия или открепленная лицензия, и я спокойно работаю, не боясь, что меня в какой-то момент может это все подвести. Ну а теперь, что касается того, что у вас уже есть. У вас есть наработки, у вас есть карты, у вас есть сцены и глобусы. Все это можно открыть в Pro, но не напрямую, а через опцию импорта. То есть если у вас есть карта, мы открываем Pro и карту просто импортируем. Что при этом происходит? Импортируется сама карта, импортируется компоновка, которую даже если вы не делали, она все равно там есть какая-то по умолчанию. Все символы, стили, все, что использовалось на карте, все переносится в Pro и видно вам. То есть и карты на самом деле выглядят совершенно так же. Внешне вы ничего не увидите, но я бы сказала, что они даже выглядят лучше, чем в десктопе, в силу того, что отображение строится там другими механизмами, и это все реально визуально заметно. Но иногда бывает, что что-то может быть не так. Честно говоря, я пока с этим не сталкивалась, потому что с объектами Оли я не работаю, вот они единственное здесь не поддерживаются. Но когда мы проводим импорт, у нас всегда, если что-то не так, программа пишет какие-то предупреждения, и на вкладочке в каталоге уведомления мы можем посмотреть результат. Ну, я здесь как раз специально выполняла импорт-карты какой-то из своих старых. Несмотря на то, что у меня появился целый столбик предупреждений, они все не страшные. То есть, да, программа меня предупредила, что на ее взгляд могло вызвать проблемы, но проблем никаких не было. То есть, карта отобразилась полностью со всеми настройками, которые были. То есть, никаких страшных ошибок не появилось, хотя карта была создана много лет назад и даже не в самой последней версии программы Desktop. Опять же, когда создавали программу, постарались сохранить терминологию. Конечно, если мы чисто прикладные пользователи нажимаем на кнопочки и видим результат, неважно, как эти кнопочки называются, но мы с вами читаем справку, мы с вами общаемся друг с другом, с другими специалистами, нужно объяснять, что происходит. Конечно, мы неизбежно пользуемся терминологией. Так вот, термины остались почти те же, то есть, постарались максимально сохранить их смысл, но, конечно, из-за того, что программа немножко другого вида, что-то пришлось переделывать. Именно из-за того, что оно перестало существовать. То есть, тот вид данных, к которому мы все привыкли в десктопе, в Pro называется вид карты, потому что у нас карта и больше ничего. То есть, нет карты, на которой много фреймов данных. Такое понятие, как фрейм данных, ушло в прошлое, теперь есть фрейм карты. Все остальное, на мой взгляд, очень похоже. Естественно, это вершина айсберга, что у нас происходит с терминологией. Есть документ, на самом деле, даже вот из презентации, если я щелкаю на слайдике, открывается вот этот гид по терминологии, правда, на английском языке, но, по крайней мере, с пояснениями. Может быть, нам его пришлют еще на перевод или соберут перевод из готовых, где рассказывается, что как теперь называется. То есть, с этим можно разобраться, и я думаю, большой проблемой это составить на самом деле не должно. И когда мы с вами импортировали нашу карту, начинаем работу, мы видим перед собой программу. Что хорошо в PRO? В PRO постарались сделать интерфейс максимально удобным и дружелюбным для пользователя. В десктопе, конечно, был большой недостаток, что когда мы открывали какой-то мастер, открывалось бесконечное число вложенных диалоговых окон. То есть, нажимаем на одну кнопку, заходим в другое окно, в третье, в четвертое. В результате, чтобы завершить операцию, нам приходилось сто тысяч раз иногда нажать кнопочку ОК, чтобы вернуться в исходное состояние. Здесь все операции разнесены либо на ленту, либо на панели, которые открываются все-таки обычно сбоку, а не посредине экрана, оставляя нам максимально возможное место для работы с самими данными. И более того, все эти вкладочки, панели и лента зависят от того, с какими данными мы работаем. Именно поэтому такой интерфейс называется контекстнозависимым. То есть, если мы выбираем векторные данные, мы видим один набор доступных опций, если мы работаем с растрами, другой, если мы хотим работать с таблицами, третий и так далее. То есть, интерфейс состоит из активных видов. Вот, например, здесь у меня вид сцены и вид карты. Можно еще открыть вид, например, для работы с добавлением полей, дизайном, класс пространственных объектов и так далее. И панели, которые по необходимости открываются. И ленточный интерфейс, который мы всегда видим наверху, но его можно спрятать, если нам нужно еще больше места для работы. Опять же, огромным достоинством является то, что когда мы что-то видим неправильное на карте или хотим что-то донести, внести новое в наши данные, нам не нужно начинать сеанс редактирования. То есть, мы просто выбираем, опять же, векторный слой в таблице содержания, нажимаем на нужную кнопочку «Редактировать» и выполняем все действия, которые нам нужны. То есть, такого понятия, как начать сеанс редактирования, больше нет. И это на самом деле удобно. То есть, все, что есть на карте и доступно для редактирования, то есть, нигде больше не заблокировано, мы можем совершенно спокойно изменять. Опять же, непривычным новшеством является то, что у нас большинство операций, которые раньше могли быть где-то в мастерике, через контекстное меню и так далее, в ПРО организованы в инструменты геообработки. То есть, вызывая привычные действия, мы обычно получаем окно геообработки. То есть, открывается какой-то инструмент, вид привычной строчки, которые нужно заполнить, параметры, запускаем, получаем результат. Но я думаю, что, опять же, это удобно, потому что у нас нет лишних диалоговых окон. То есть, все связано именно с инструментами геообработки. Соответственно, если нам что-то нужно делать, инструменты либо ищутся, либо открываются по вызову команды и выполняются все нужные действия. Ну и, как я уже говорила, что очень удобная программа для того, чтобы поделиться результатами своей работы. Много инструментов для того, чтобы поделиться данными, опубликовать их, собрать в какой-то архив, передать другим людям. Соответственно, в PRO это действительно реализовано удобно и более современно. И более того, есть вещи, которые для веб-карт можно сделать только в PRO. И таких опций уже нет и не будет в дестопе. Как организована работа вообще? На самом деле, вот старые пользователи, которые никогда не видели программу PRO и начинают после дестопа работать в этой программе, впадают в ступор точно так же, как я раньше впадала в ступор, открыв программу третьей версии. Что делать? Открываем интерфейс и не видим привычной карты. Дело в том, что как раз здесь все организовано в проекты. То есть, когда мы начинаем работать с нашими данными, мы должны для себя организовать рабочую среду. То есть, мы открываем пустой проект и начинаем создавать свою реальность в нем. То есть, мы подключаем и создаем новые карты. Мы их можем импортировать, если у нас есть старые карты. К данным нужно подключаться. То есть, мы не видим никакого привычного каталога или проводника, в котором есть все папочки, которые есть вообще на компьютере. То есть, мы подключаем только то, что нужно для нашей работы, и это действительно удобно. причем в проекте таким образом осуществляется и доступ к истории геообработки, ко всем компоновкам, ко всем стилям, которые используются, локаторам и так далее. То есть, до недавнего времени эта панель просто называлась проект. Сейчас она называется привычным словом каталог, потому что, видимо, люди все-таки искали, искали и будут продолжать искать привычные слова. И это действительно все-таки каталог. Поэтому панель так называется, но тем не менее мы на ней увидим все, что нужно для нашей работы. И, соответственно, когда мы находимся в проекте, все, что нужно, находится под рукой и работать действительно проще. Опять же, проектами можно делиться, то есть, если вы что-то делаете для своего рабочего коллектива, и все это будет нужно вашим сотрудникам, можно упаковать и передать другим людям. Поэтому, собственно, следует подумать о том, что вам может понадобиться в дальнейшем. То есть, можно создавать шаблоны проектов. Есть шаблоны стандартные, которые идут вместе с программой. Можно открыть свой, любой шаблон. Опять же, шаблон создается из готового проекта, который посвящен какой-то теме работы, например, редактированию или работы с какой-то определенной территорией или работе с какой-то определенной организацией. Получив такой шаблон, ваш коллега увидит настроенный пользовательский интерфейс, все нужные условные знаки, все нужные компоновки, карты, подключение к нужным базам данных, папкам и так далее. И набор инструментов, с которыми можно работать. Собственно, вот такого шаблона, который был в дистопе под названием Normal, здесь нет. То есть, мы с вами всегда пользуемся тем, что предлагает программа или создаем что-то свое новое. Немало вопросов возникало по поводу условных знаков. Если вы работали с картами активно, вы знаете, что в дистопе очень много условных знаков. Они организованы в группы, которые называются стили. В стилях хранятся, помимо условных обозначений, цветовые шкалы, масштабные линейки, стрелки севера, шрифт подписей. В общем, чего там только нет. Так вот, когда мы работаем в Pro, да, стили тоже есть, они называются теперь немножечко по-другому, суть от этого не меняется, но когда вы открываете новый пустой проект, вы увидите всего два стиля и не увидите, что их откуда-то можно добавить, как это делается в дистопе. Так вот, стили можно импортировать. То есть, если у вас стоит дистоп, вы можете импортировать и системные стили, совершенно спокойно к ним обратившись, либо если у вас свои пользовательские стили, вы тоже можете их импортировать и использовать на карте. Более того, стили можно публиковать, в том числе и на портале и пользоваться ими в своих проектах. Поэтому это действительно удобно и, наверное, избавляет от какого-то дублирования информации. Меньше, опять же, место у вас все это занимает. Вот. Что еще? Еще вопрос, а что делать с нашими драгоценными скриптами и моделями, на которые потрачено время, они нужны в работе и они вам будут нужны дальше в работе. На самом деле все прекрасно, все будет продолжать работу, но единственное, о чем стоит позаботиться, нужно посмотреть, а будет ли ваш инструмент работать. Для этого в... То есть проверить, убедиться, что он будет работать. Есть инструмент, который так и называется анализировать инструменты для PRO. Естественно, он находится в интерфейсе PRO. После запуска этого инструмента вы получите информацию о том, насколько ваш скрипт или модель подходит для использования в программе. Если что-то не будет срабатывать, вы получите сообщение, почему это происходит и что вообще работать не будет. Ну, то есть я вот проверяла обыкновенные модели, которые мы делаем, ну, тестовые, ни на что не пожаловался. У меня пациент, все хорошо. Вот. Единственное, что модуль для Python называется теперь немножечко по-другому, и программа использует более современный вариант программы Python, то есть в дестопе это был 2.7, если мне память не изменяет. Сейчас это уже 3.5, по-моему, версия в последней PRO. Вот как раз, наверное, какие-то проблемы могут возникнуть только с этим, что именно в самом Python что-то изменилось, а не то, что программа у нас не воспримет наш скрипт или модель. Ну, и понятно, что когда об этом рассказываешь и слушаешь, кажется, что все просто, если все-таки возникают вопросы именно по самой программе, что и как не осуществляется, то не забывайте, что всегда есть дополнительная информация. Ну, во-первых, у нас в учебном центре читается курс уже PRO для специалистов, он сейчас будет заменен на новый курс, который будет показывать собственно основные рабочие процессы, как они выполняются в PRO. Поэтому добро пожаловать, приходите. Есть онлайн-курсы, которые организуем не мы, а собственно компанией Сырай. Они, конечно, хороши, но они по местному американскому времени на английском языке. То есть, если вы можете их слушать, прекрасно, можно ими пользоваться. Опять же, есть очень любопытный сайт линда.com, на котором можно получить обучение, причем, ну, я не очень еще в нем много что понимаю, но я вижу, что там есть некоторое время пробной подписки бесплатной, дальше, видимо, там взымается какая-то плата, где вы можете получить все те же уроки, которые вас интересуют по программам, которые издает собственно Сырай, но, естественно, они будут на английском языке. То есть, вам предоставлены будут данные и инструктор будет начитывать курс и таким образом можно учиться. Также издаются книги по обучению на работе на этой программе. Но, на самом деле, для нас, как для русских пользователей, я бы посоветовала все-таки смотреть на сайт справки. Дело в том, что сейчас программа может обращаться как к справке, которая ставится собственно на непосредственно на компьютер вместе с самой программой, либо обращаться сразу в онлайн, то есть, обращаться на сайт ПРО. И на сайте лежит всегда самая последняя версия перевода на русский язык и самая последняя версия того, что написано на английском языке. Потому что то, что ставится на компьютер, ну, естественно, оно как бы зависает во времени. То есть, что создано на тот момент, то и поставили. Поэтому, если вас интересует самая свежая информация, то стоит обращаться на этот сайт и смотреть все, что вас интересует. Но опять же, люди общаются, блоги у нас существуют. И не забывайте о том, что есть сайт Learn, Аргиз, на котором, который тоже переводится, он тоже на русском языке, на котором есть достаточно большое количество уроков, то есть, вам предоставляются данные, это все совершенно бесплатно, и вы выполняете это в том режиме, в котором вам удобно, без привязки к чужим часовым поясам, прослушивание информации, которую кто-то где-то когда-то рассказывает, а вам это неудобно. То есть, вы это делаете в свободное время, бесплатно, с предоставленными данными. И, кстати, тем там гораздо больше, чем то, что, к сожалению, читается в наших классах. Может быть, в чем-то они более ограничены, но охват тем достаточно интересный, поэтому рекомендую. Ну, кратенько, наверное, все. Да, не забывайте, что ваш друг техническая поддержка по поводу установки программы. Можно к ним обращаться, потому что, ну, самостоятельно, наверное, может быть, сложно разобраться, и помощь всегда придет. Спасибо большое. Если у вас есть вопросы, можно их задавать. У нас, да, есть немножечко. Да, у нас есть пять минут. Да. Спасибо, Галина. Карандашик показывает, какие слои доступны для редактирования. По умолчанию все доступно для редактирования. Если вы боитесь что-то повредить или не хотите портить, снимайте галочку. А раньше надо было выбирать конкретно набор. Сейчас уже все наборы одновременно. Да, да, да. То есть формат документа уже MXD нет. MXD относится к десктопу. Здесь другой формат, да. Ой, я наизусть его не скажу, но… Вот, да. Это формат APRX. Проект. Хранятся проекты. А в принципе… А он содержит как бы вкладочками уже тоже MXD? Нет, нет, карту. А в связи с чем этот вопрос? Нет, просто… Карту без проекта вы не откроете. То есть вы всегда открываете PRO, это некий проект, и в нем есть карты. В нем карты как составная часть. Да, как составная часть. Но их можно точно… Через обычный венгельский проводник мы уже карты не откроем. Нет, вы откроете проект. То есть вы видите проводник, щелкните на проекте, он открывается, точно так же, как документы карты, глобусы и сцены открывались. Но то, что касается карты, в принципе, вы можете вот как, вы можете создать пакет карты. То есть внутри Argus Pro, если вам не нужно 37 карт, которые внутри, вы хотите поделиться только одной. Вы выполняете такую операцию экспортировать или упаковать карты. У вас создается файлик, который в Windows называется расширение MapX. В Pro, в любой непонятной ситуации, добавляется X в конце. StyleX, APRX, ProX. И MapX, это как раз будет та самая ваша одна карта. И дальше ее можно импортировать, то есть распаковать в любой новый проект Pro. Но все равно это будет проект. То есть вне проекта они не существуют. Да. Вы всегда видите файл проекта. Да. Еще есть вопросы какие-то? Да. А вот девушка сначала, потом. В Pro стиле тоже можно сохранить, но вот сейчас я... Да, можно сохранить на самом деле все в виде пакетов. И лир, он открывает. Лир открывает. Аргис Pro работает, то есть Аргис Pro импортирует все, что вы сделали в Аркмэпе. То есть так как это новое поколение, то он все, что старое было, забирает, но Аркмэп он ничего не отдает. То есть файл лир, формат карты MXD вы можете импортировать в Аргис Pro. Лиры читаются точно. Может быть вы просто применяете лир не к тому... Нет, я еще хочу дополнить к чему, что если вы сделали стиль в Pro, его можно упаковать как слой. Со слоем упакуются... Если он был создан когда-то... Можно использовать, да. Ответ этих фирм, да? То есть можно ответить? Да, вот Варя вам ответила, что можно, конечно. Пожалуйста, наверняка сохранилось, просто это точнее вопрос. Сохранилось ли возможности в выпуске? Вот я подготовила карту, да, публикации, для публикации там ВМВ, ТИП, ПДФ. Да, экспорт карты существует. Да, да. Давайте последний вопрос, Игорь. Я боюсь, Клеша. Да. На самом деле то, что будет касаться плавающих рецензий, я в конце своей презентации как раз чуточку, она хоть и просимовала, но так как Argus Pro для всех в новинку, я немного расскажу как раз о том, что, какие типы лицензии, и как это вообще получить. Все будет. Давайте, Виктория, уже... То есть Галину можно прямо сейчас начинать ловить на спросе меня. Я бы сказала, что лучше будут. Будут лучше. Сейчас многие функции уже сделаны, то есть уже в последней версии, ну аналог картографического сервиса. Разницы нет. Ну, в медуне точно не будет. Это же сервер вам все отдает. Сервер тот же. Ну, правда, что сервер с порталом у вас может быть в этом разница, а так десктоп здесь ни при чем. Спасибо за вопросы. Вопросов много, понятно, потому что Argus Pro все начинают изучать, кто-то уже работает. А мы переходим к следующему докладу. Галина еще будет выступать на этой секции, поэтому мы не прощаемся. А сейчас...